Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Флаг, флаг Триколор Белый, синий, красный Флаг города Торон Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok сходите, да у всех увидишь. Ну да. На какие темы беседуешь? Может, вопросы интересные есть? Да, нет у меня. Тебе вопросов никаких вообще нет. А к кому есть? Вообще никому нет. А какого смысла, да, в рулетке? Я думаю, когда уже, блядь, Россия поймет, что она не права. А-а. Ты имеешь в виду? Что надо менять именно в своей стране. Ну, я так сколько беседую, никто не видит, не знает. И даже думать на эту тему не хочется. А кто, по-твоему, первоначальный виновник этого конфликта военного? Вашего с Россией? Нашего с Россией, кто первый виновник? Ну, с первоначальностью. Ваш первый царь. Слово изначальный, значит, хронологически первый. Ранее всех. Ваш первый царь, который у вас уже 20 лет рулит, блядь. Ну, я же тебе говорю, самый первый исторический. Виноваты Ленин и Троцкий. Вот исторический, Ленин, хуенин, блядь. И Троцкий. Блядь, блядь. Блядь, засуги себе в сраку, блядь. Ленин и хуенин. Чё ж так подгорает? Чё ж так подгорает? В конку себе засуги, щёку, блядь. Чё ж так... Самое главное сейчас, сейчас. Чё ж сейчас делается в мире? Ну... Чё ж так подгорает? Забудь у нас 100 лет назад, 200-300 лет назад. Как это забудь? Забудь, не будешь там, блядь. Угу старость, 60 лет. Анализировать надо. Ну и тебе в полденье, что ты хочешь сказать? Лошок позорный. Торонто. А вы откуда? А там кто у вас? Вот это... У нас флага. Ну, в отресть чей? Александр Торой. А вы шо? Как приверженец империи или шо? Я поклонник именно данного конкретного императора. У меня ж не все императоры стоят. Шо, шо? Я поклонник конкретного данного императора. У меня ж не все императоры стоят, чтобы я был приверженец империи. А чему вы его поклоннили? Что он такого хорошего сделал и замещил его? Ну, он много что сделал. А конкретно почему я его уважаю? Потому что я из Харькова сам. А именно при нем Харьков достиг максимального градиента роста своего урбанизационного и цивилизационного развития. Именно во времена правления Александра Второго. Слушайте, а вы поддерживаете Российскую Федерацию? Причем Российская Федерация? Александр Второй был императором при Российской империи. А Крым чей? Историю-то нужно было учить, а не покупать. Лохушка. Недолго музыка играла, недолго, пока я танцевал. Программа. Да, да, да. Ну, хорошо. Может, вопросы у вас какие есть интересные? Блин, интересно, как в Канаде жить. Я просто бы хотел куда-то, когда границы откроются, я бы хотел куда-то поехать. Ну, я, у меня мечта, я был в Европе, там, в Африке, ой, не Африке, а в этом, в Курции, в Египте. Ну, у меня мечта еще попутешествовать. Я так хочу поехать. Путешествуйте, война закончится, съездите, я же ничего не имею против. А на вопрос, можно одним словом ответить нормально, а можно час рассказывать. Если вот такой вопрос о Канаде, много роликов, как в Канаде, видео найдете, посмотрите, вам интересно будет, если хотите съездить. Да. Ну, я сомневаюсь, что в Канаду попаду слишком далеко. Это разве эмигрировать? Ну, Австралия еще дальше, или там Бразилия? Австралия, да. Или Аргентина? Понимаете, я что-то, я не настолько богатый, чтобы попадать в такие далекие именно... Ну, понятно, понятно. Ладно, желаю вам разбогатеть всех. Признак Нового Года, это отнюдь не иллюминация. Иллюминация, она... Не иеродия судьбы. Нет. А я думал, что иеродия судьбы или иеродия судьбы. Признак Нового Года, это... А! Это хвойное растение, хвойное дерево. Не, я понял. Либо ель, либо сосна. Китайский Новый Год. Китайский Новый Год, правильно? Ну, хорошо. Может, у вас вопросы какие-нибудь есть? Нормальные, интересные. Интересные? Да. Интересные и есть. По вашему мнению, Украина сбила самолёты с военнопленными специально? Я думаю, что не Украина это сбила. Ого! Что-то новенькое. А ну-ка, ну-ка. Американцы? Нет, не американцы. Французы или британцы? Ну, обалдеть. А зачем? Ну, чтобы там сеть за убитых французов, например. В гостинице. Украинцам относится? Украинцам относится? Россиянам. Так а сбили этот самолёт украинцам? Ну, российский же самолёт сбили. То, что там ВСУшники летели, они никого не интересуют. Важно, что самолёт сбили. Смотрите, военный транспортный самолёт – это законная военная цель, правильно? Да. Это была Украина, была сбить 100%. Это законная военная цель. Вопрос не в том, знали ли те люди, которые принимали решение сбить, что там находятся военнопленные, знали или нет? Вот в чём вопрос. Ну, наверняка. Если знали, то это военная цель. Я говорю, не приватя про это. Если знали, то это военное преступление. Если знали. Если не знали, то это обычный случай на войне. Легический случай, какой бывает. Поэтому, ну, а если знали, то зачем бы они его сбивали? Зачем? Ну, какой смысл? Мне тут объясняют. Знаете, мне говорят, говорят, потому что говорят фашисты. Они говорят, не любят. А ещё мне говорят, потому что, чтобы пленные не рассказали, как хорошо живёшь в России, чтобы не приехали, не рассказали, потому что пленные специально убили. Ну, это на уровне шизофрении. Ну, всё, можно отвечать? Да, пожалуйста. Мотивация Украины может быть одна такая, логичная. Что, допустим, вот, если это, скорее всего, это несогласованность действий, то есть, кто сбивал, если Украина сбивала, он, до него не донесли. А другие ведомства в Украине знали, потому что обмен-то готовили, они должны были подвезти пленных россиян со своей стороны на границу. Да откуда они знали, что будут именно самолётом подвозить? Откуда они могли сбить? Ну, это согласовывает, два. Просто есть такая версия, что Зеленский или там кто-то ещё пониже специально сбили, чтобы не мотивировать сдаваться в плен. Что вот, дескать, если будете сдаваться в плен, вот такая у вас может быть судьба. Ну, это, извините, извините, это прямая глупость. Давайте я вам, у меня есть своя версия, смотрите, вот так прямо у нас, смотрите, вот, ищем как-то другие, кому это выгодно, кому кредит, это никак не выгодно. Россия с этого сделала информационный такой, проект, информационный, смотрите, у меня такая версия. До этого две недели Харьков подвижался каждый день массовым ударом ракетами Х-300. Их на чём-то привозили. Этот самолёт привозил ракеты. И ФСБ сделала такую вещь, она скинула ДЭЗу, ну, не ДЭЗу, а действительно, утечку информации, что этим самолётом перевозят ракеты. Украина за этим самолётом охотилась. Но потом ФСБ-шники посетили на военнопленных специально, чтобы, ну, как, ГАВИ, собьют, хорошо, не собьют, ну, не собьют, точнее, собьют. Ну, это только на стране России, потому что это информационная причина, кому вы ракеты поставляете, смотрите, они в своих педах убивают. Возможно. Ну, всё. Это такая самая логичная версия, может быть, и неправильно. Всё логично, всё логично, только ракеты называются не Х, а Х. Поступает решительный момент. Повестки-то у всех на руках. Ну, что ж, проанализируем обстановку. Кейборд геймовский, говорю. Это что такое? Ну, клавиатура. Что, не знаешь, что это кейборд? Нет, что это сразу так стримерша? У вас, вообще-то, тоже классный микрофон, как у стримеров, знаете? И подсветочка сзади, ничего такая. Стримерша — это комплимент. Ага, ну тогда посила. Мне приятно. Ну, привет стриму. Да, ну не стримлю я. Ну, хорошо, хорошо, не стримишь. А кого ещё? Чего занимать? Кого ещё, да, тримедю со всеми? А, ну, ко мне есть вопрос. К вам нет вопроса. Чем занимаетесь по жизни? Вот есть вопрос. По жизни? Ну, раньше в ВУЗе преподавал, читал лекси. А по какому предмету? По физхимии. Сейчас частные уроки даю. Ничего себе, вот это да. Я в шоке. А сейчас вы в Канаде находитесь или что? Я просто ниже, что там такое. Типа клевер, я просто знаю, что это вроде как символ Канады, или я дура? Скажите сразу, прямо. Не, ну, правильно видишь, что символ Канады, да, но это кленовый лист вообще-то, а не клевер. Ну, то есть, да, кленовый листок у них же там это кленовый сироп, и это у меня уже за плитыки закается, типа, я хочу сказать одно, а говорю другое. Это другое растение. Да, я поняла уже. Ну, хорошо, ты классная. Спасибо большое, взаимно, вы тоже прикольны очень. Ладно, давай успехов. До свидания. Нет, не стрим, но зачем, блядь? Ну, понятно. О чем беседуешь? Вопросы есть? Да, вот у меня есть вопрос, короче, я конкретно накосячил перед своей девушкой, и она меня хочет треснуть по горбу стулом, ну, табуреткой, если быть точнее. И вот, ну, как мне отвертеться? Как? Урезонить ее? Или надеть защитную прокладку, пускай треснет, тебе будет не больно? Проблема-то? И паза защитить? Да, не, не, не. Ну, если она треснет, я тогда буду терпило это участвовать. Ну, тогда не допускай. Ну, так я же говорю, а что они сделают? Скажи, что ей нет резона этого делать, и вы будут последствия. Их, в общем-то, всех и назвали «русские», потому что это глагол. «Русские» это «какой чей?» отвечает. ...в соседней стране, 70 миллионов. Они нас ненавидят за это, за то, что мы живем хорошо. Ненавидят. И будут ненавидеть всегда. Просто потому, что мы есть и живем хорошо. Воронеж передали в 1922 году в Воронежской области. А в 1922 году Львовская область где была? В Австро-Венгрии. Опа, так это не было еще? Ну, еще. Уровень интеллекта у Миколы Рушницына, в самом деле это Геннадий Хазан, по-моему, не так его фамилия. Это уровень интеллекта креветки из Азовского моря. Хороший. А вы не знаете, где есть, как море? 60 километров от кордона с Польшей. Ага. Как вы думаете, какая это может быть область? Сумска? Вау. Сумска, ну, боже, мы живем с Польшей. Без велитых. Без велитых. Без лишнего шума узнаю, кто сейчас здесь... Стримит. Зарабян. Первый секретарь Армении. Первый секретарь обкомов Камчатского, Белгородского и Волынского. Воробьев из Краснодара приедет завтра. Ага. Вот с ним и Зарабяном завтра... Совместный стрим. Паркафорский был. Мы сделаем украинским 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 украинцем. Мы таясь. Да. Да. Украинка... Ага, все же. Мы по крайнейшему... Не надо испытывать наше терпение. На любой выход. У нас есть консульный ответ. Вплоть до самых крайних мер. И я хочу напомнить горячим головам под оранжевыми знаметами. От Хайкова до Киева 480 километров. А до границы с Россией 40. Давай, страна огромная. Давай на смертный бой. Ты машинской силой днёмною. Не оранжевая чумой. Улица родная. И в непогоду дорога.